здравствуйте друзья сегодня мы с вами рассмотрим один из беспроводных зигби датчиков для умного дома выпускаемых под брендом санов продукция этого бренда хорошо известна всем энтузиастам умного дома не в последнюю очередь благодаря своей бюджетности и герой сегодняшнего обзора датчик открытия санов сэн зб 04 не является исключением из этого правила модель санов сэн зб 04 интерфейс зигби 3 питание батарейка cr2032 диапазон температур от минус 10 до плюс 40 градусов цельсия вес сенсор 18 грамм магнит 5,3 грамма размер сенсор 47 на 27 на 13 с половиной миллиметров магнит 32 на 15 и 6 на 13 миллиметров фирменный цвет коробок продуктов санов изменялся с течением времени синего на морской зеленый который сейчас уже стал оранжевым коробка минимально возможного размера с указанием модели и основных параметров комплекте поставки сенсор с магнитом комплект наклейки с двустороннего скотча и небольшой буклет с инструкцией также в коробку вложена отметка прохождение контроля качества все записи в инструкции сделаны на семи языках включая русский тут кстати упоминается версия зигби 3 хотя в характеристиках этого прямо не указано конструктивно сенсоры такого вида состоит из двух частей больше собственно самого сенсора со всей электронной частью элементом питания и меньше магнитом принцип работы состоит в реакции на магнит форму каждый производитель выбирает свою санов выбрал прямоугольную кирпичик небольшие повреждения внизу которые видны на этом слайде это уже результат моих тестов из коробки все целое задняя сторона эти крышки съемные мы скоро заглянем по них при использовании предполагается что двусторонний скотч будет наклеен именно сюда сравнительно с аналогичным датчиком из экосистемы xiaomi nidza продукт xiaomi компактнее и аккуратнее но он и дороже хотя по своей сути он ничем не отличается от героя обзора посмотрим что внутри устройства в маленькой части все просто тут находится небольшой цилиндрический магнит в большей части находится сенсор причем плата имеет закругленные края аналогично упомянутому датчику от xiaomi элемент питания от разряда по пересылке защищает изоляционная пленка которую следует достать перед использованием в этом датчике применен стандартный и известный многим модуль cc2530 с внутренней антенной поэтому не удивлюсь если для него будут разработаны и сторонние прошивки качестве сигнального элемента тут использован геркон мэдер б g18 от sandex мэдер электроникс в целом к сборке вопросов нет за исключением контактной пластины для батарейки она припаяна явно вручную и по крайней мере в моем варианте не очень уверенно держит батарейку мне пришлось приколхозить сверху кусок резинки что пластина прижалась еще и крышкой корпуса и так принцип действия устройства заключается в том что магнит воздействует на контакты внутри геркона которые могут быть замкнуты и разомкнуты вот максимальное расстояние с которого начинает действовать магнитное поле еще раз но уже без корпуса геркон находится в нормально разомкнутом состоянии это значит что когда магнита рядом нет геркон разрывает электрическую цель а когда магнит рядом геркон замыкается таким образом датчик относится классу бинарных сенсоров он имеет два состояния закрыта замкнута и открыта разомкнута вместо магнита контакт можно замыкать и любым другим способом даже просто отрезком провода это дает широкие возможности кастомизации сенсора например подключать внешние датчики влаги давление механические выключатели и кнопки для перевода датчика в режим сопряжения понадобится скрепка ее нет в комплекте но можно использовать скрепку от смартфона ту что открывает лоток с сим-картами либо просто канцелярскую как обычно я стараюсь рассмотреть как можно больше вариантов подключения обозреваемого устройства и тут не буду отходить от этого своих закромах я нашел даже родной санов шлюз и начну тестирование с него кстати шлюз попал ко мне довольно давно не менее года назад еще в предрелизе в совершенно белой коробочке без опознавательных знаков прошивка на нем тоже довольно древние к сожалению все мои попытки обновить ее остались безуспешны поэтому на свежих прошивках допускаю какие-то не принципиальные изменения логическую часть начнем с родного приложения everlink заходим плагин шлюза нажимаем добавить устройство что переводит шлюз на 60 секунд в режим подключения в это время нажимаем скрепкой на кнопку сопряжения датчика пока сквозь корпус не моргнет три раза красный светодиод вслед за этим шлюз обнаружит и добавит новое устройство датчик появится в общем списке и перечне устройств шлюза плагина как такового у него нет есть только журнал срабатываний справа вверху находится меню настроек в котором можно указать имя и локацию включить пуш уведомления и удалить устройство датчик может участвовать в автоматизациях в разделе условий если и имеет два состояния открыто когда магнита рядом нет и закрыта когда на геркон воздействует магнит соответственно эти состояния и служат условиями сценариев сами же сценарии могут работать как постоянно так и строго указанное время и дни недели например при использовании в офисе можно отключить срабатывание в рабочее время мониторе активность только ночью и на выходные способы интеграции в home assistant начну прямо с родного шлюза он поддерживается аддоном sonoff lan от алекс айти аддон входит стандартный перечень интеграции хакс после подключения датчик автоматически пробросится в систему как бинарный сенсор класс устройства по умолчанию указан как датчик двери при необходимости его можно сменить через раздел кастомизации устройство поддерживается в интеграции zigbee to mqtt сразу скажу что у меня все стики включая тестовые работают на прошивках z-stack 3 включаем режим подключения и скрепкой активируем сопряжение на датчике весь процесс занимает примерно секунд 30 после чего датчик проходит интервью и подключается к системе определился совершенно корректно от производителя и модели до изображения так как датчик используют автономное питание он является конечным устройством и не умеет передавать через себя сообщение других датчиков в этой интеграции датчика дает целых пять параметров три из которых бинарные и имеют состояние правда или ложь сюда входит контакт это состояние гиркона battery low он включится когда заряд батарейки станет низким и тампер в теории он должен включаться когда датчик снимают с его место но по факту он выключен даже если датчик полностью разобрать и вытащить из корпуса еще два это фактический уровень заряда батарейки и качество сигнала в новой версии zigbee to mqtt в разделе настроек теперь можно указывать параметр retain он отвечает за сохранение топиков состояния датчика в mqtt если параметр не установлен то при перезагрузке home assistant состояние датчика будет неизвестно так как топик сохраняться не будет и обновиться только по факту его физического изменения а если установить то каждое изменение будет сохраняться тем самым после перезагрузки вы увидите последнее пришедшая датчика состояния даже если оно было перед перезагрузкой лично я устанавливаю его для всех своих устройств обновление по воздуху через zigbee to mqtt на дату выхода этого обзора не поддерживаются посмотрим как будет дальше home assistant устройство пробрасывается через интеграцию mqtt с пятью сущностями про которые только что рассказал по умолчанию датчик имеет класс дверь что можно исправить через раздел кастомизации а это пример отображения на карте моей тестовой сети здесь он построил маршрут через роутер роль которого выполняет розетка переходник blitzwolf shp13 при использовании сэлэс шлюза тоже никаких проблем не возникает на шлюзе запускаем режим подключения на датчике нажимаем скрепкой пока светодиод не моргнет три раза красным по запросу возможно придется еще дополнительно нажать на кнопку сопряжения для продолжения интервью датчик определяется и добавляется совершенно корректно естественно тоже как конечное устройство в отличие от zigbee to mqtt сэлэс шлюз выведет все сущности только по факту их первого изменения сначала тут только уровень сигнала передвинув магнит создаем и сущность контакт остальное появится само позже в home assistant сущности устройства также попадают через интеграцию mqtt количество сущности увеличится по мере получения данных от них шлюзом по умолчанию датчик тоже определяется как сенсор двери в ходе тестирования мне показалось что датчик срабатывает с небольшой задержкой правда не всегда и возможно я придираюсь плюсом этого устройства можно отнести конечно в первую очередь его бюджетность к минусам это несколько крупноватый корпус и не очень хорошее качество пластика потому что он легко повреждается при снятии крышки а крышку надо снимать в любом случае хотя бы для того чтобы удалить изоляционную пленку от батареи я думаю что наиболее вероятный кейс использования этого датчика как раз кастомизациях возможно даже без корпуса припаивать к нему провода и использовать совместно с какими-то внешними датчиками либо кнопками или выключателями на этом все если у вас остались вопросы задавайте в комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале ссылка в описании до свидания до новых встреч у нас и и и Продолжение следует...